Привет, ребята! Сегодня на серии о гелике, который имеет 650 лошадиных сил. Это тюнинг Мансори. Мы его переделаем в Гелендваген 6х6, который оригинал стоит миллион долларов. И сейчас мы начинаем подготовку к покраске нашего гелика. Другими словами, мы вышпаклеваем заднюю часть кузова и заднюю стенку, чтобы после покраски она была идеально ровная. Ребята, часто читал в комментариях, что вы пишете, Саня, зачем ты столько шпаклевки наваливаешь? Это именно под Брабл 6х6, когда мы выготавливали задний кузовок и стенку. Сейчас я дам на эти вопросы ответы. Значит, эта технология пришла к нам лет 10 назад, когда мы делали еще лимузины. И я, собственно, ручно, когда выготавливал металлические боковины длинные, там 3-5 метров вставки, да. Блин, ну, вроде бы металл ровный, да, ты приварил его, более-менее все хорошо. Но все равно он по всей плоскости плавает, то есть это все надо было убрать. Ты можешь зашпаклевать ямки, потер, зашпаклевал, потер. То есть это до бесконечности. И все равно у тебя боковина будет вот такая вот горбатая, то есть плавная, как стиральная доска. Все это нас не устраивает. И мы разработали такую технологию методом там маячки на шпаклевывание. Полностью от начала до конца мы стягиваем боковину. Ровная она или кривая, это не важно. Все равно нужно стянуть. Специальные маячки клеятся, чтобы дать тоненький слой и равномерные везде. И после этого берется большая колода и полностью стирается. Только тогда ты получаешь идеально ровную поверхность. Она у тебя как стекло. Я вам покажу сейчас вставочку, сделаю, как мы выготавливаем 5-метровые вставки на лимузин. Они просто как стекло. Все наши клиенты просто поражались, как можно такую огромную вставку сделать ровной. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте сейчас зададим нашему майлеру все вопросы. И спросим, зачем же ты, Санек, наваливаешь столько шпаклевки на наши гелики? Ребята, всем привет. Было много вопросов по поводу налаживания такого количества шпаклевки. Я вам отвечу, мы придумали это, когда мы разрабатывали и красили наши лимузины. Лет 10-11 назад технология заключается в нанесении первого слоя стекловолокна, выравнивании его большой колодой. Дальше идет применение софта и доводя уже до идеала. Только так мы можем получить ровную, идеально большую поверхность. Саша, расскажи зрителям, в чем заключается наша технология? В том, что нужно один раз нашпаклевать, второй раз нашпаклевать, третий. И только потом за раз все вытереть. А не ходить по 10 раз шпаклевать, терты, шпаклевать, терты, шпаклевать. На это уйдет 2 недели времени и результата как такового не будет. Лучше это проходить день прошпаклевать и потом за следующий день, начиная с крупной наждачки, повышая ее до мелкого абразива, вытереть все в идеал. Если разобраться по видео, так как снимает наш оператор, я не могу за ним ходить, то он снимает, как я налаживаю, большое количество слоя. И все люди думают, что там а-ля автокар, как все говорят, все слеплено со шпаклевки. На самом же деле стирается процентов 70-75, остается приблизительно 1-1,5 миллиметра. И в этом нет ничего страшного, как мы можем наблюдать на наших лимузинах. И всех будут ставочки из видео. Подписывайтесь на наш канал. Я закончил шпаклевать стекловолокном, придал поверхности жесткость и выровнял ее практически идеально. Дальше я буду работать софтом и доводить поверхность до идеала. Дальше я буду работать софтом. Дальше я буду работать софтом. Многие задают вопрос, почему же все-таки навол? Отвечу вам, ребята, на такой вопрос. Он легко доступен в нашем городе. И мы знаем, что от него ожидать, так как мы работали им уже очень много лет. Ранее мы работали брендами Сикенс, 3М, Боди, АПП, Глазурит. Ну, ребята, все оно садится. Если придерживаться правильной технологии, с любым материалом можно добиться высокого качества. Сикенс, 3М, Боди, АПП, Глазурит. Сикенс, 3М, Боди, АПП, Глазурит. Сикенс, 3М, Боди, АПП, Глазурит. Сикенс, 4М, Боди, АПП, Глазурит. Сикенс, 4М, Боди, АПП, Глазурит. Сейчас мы пройдемся по протирам двухкомпонентным акриловым грунтом, так как жидкая шпаклевка не дружит с эбоксидным грунтом, который покрыт у нас был ранее. После этого будем наносить тонкий слой жидкой шпаклевки, чтобы перебить риску, убрать мелкие опоры и довести нашу деталь близкую к идеалу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока жидкая шпаклевка сохнет, я начинаю шпаклевать заднюю стенку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После того, как мы выровняли машину по жидкой шпаклевке, мы наносим финишный слой акрилового грунта. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, наконец-то, ребята, мы закончили малярку. И сейчас уже будем приступать к мостам. Обварки мостов, полное выставление, как уже будет оно, и полностью обваривать. Вы спросите, Санек, а почему вы параллельно этого не делали? Я вам отвечу, потому что это пыль, это все сыпется, это шпаклевка. Вам же маляр сказал, 70% шпакла надо стереть, чтобы идеальная поверхность. И все это падает. Не электрики, никто не хотел снизу работать. Это просто невозможно. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ну, ребята, наш передний мост. В принципе, тут ничего нового для нас, так как мы уже и не один гелик делали, на лапы ставили. Значит, выставляем высоту. Ну, это как бы считается самая сложная высота. Мы навариваем чашки и на мосте, и вот здесь. Мотор тяжелее от 500, а пружинки здесь стояли 5,5. Вы знаете, что все гелики 5,5, они ниже. Особенно морды и вообще на земле лежат. Значит, пружины мы взяли с G500, а не выше, и взяли самые жесткие. Но она там чуть-чуть, совсем чуть-чуть толще пруточек. Поставили нужную высоту, выбрали, какая нам устраивает. Выставили, чтобы пружина не была, как змея кривая. То есть, это методом стаканчиков. У нас тут парниша молодец. Это все очень грамотно делает. Высоту мы выставили от арки до земли, точно так, как оригинал. Я вам скажу, что у нас классный подписчик есть. Он мне, Саня, что тебе надо? Какие размеры по гелику 6х6? Говори, у меня сейчас стоит на СТО такой гелик. Я тебе все могу померить. Нам сразу же размер стекол полностью сделали. Я быстренько побежал у себя, померил. Блин, ребята, реально глаз-алмаз. Сейчас 2 мм, всего 2 мм разница. Вот этих задних боковушек. А самая задняя, там, по-моему, до 4 мм что-то разница была. Но, понимаете, мы-то вклеим на герметик и шовчик делаем, как будто бы... Ну, об этом я позже расскажу, потому что я... И значит, он дал размер от арки до земли. Передний, средний и самый задний. И мы сейчас по этим размерам все это выставляем. Еще пару слов скажу, ребята. Вот часто мне задают вопрос. А можно дешевый проект сделать 6х6. Ну, якобы кузов, да, 6х6, но на родных мостах. Я вам так скажу, что, ну, теоретически можно, да, без проблем. Я даже, вот, человек уж я говорил, что я продал задний кузовочек, заднюю стенку, ну, со своего гелика. А еще чуть ранее, я думаю, уже даже замечали вы его, ну, по Украине уже он маячит на сайтах белого цвета. Он, конечно, пружинами намучился так. То есть, он хотел его максимально высоко поднять. Вот это человеке. 37-е колеса, да, он это сделал, но все равно он нужную высоту, ну, не набрал. То есть, видно, что он низкий и со здоровыми колесами. Но машина очень жестко едет. Потому что, во-первых, пружины жесткие поставил, да. Стаканы эти огромные наварил. И вот эти все тяги, у них огромные углы появились. У нас же ж этого не будет, потому что у нас за счет портальности подымается. Ну, в принципе, это можно, да, но очень-очень сильно машина меняется в управляемости и жестковатая. Но работа у нас не стоит, мы очень нажимаем. Значит, мост у нас с дня на день мы заканчиваем, передний полностью обварка, усиливаем. Кастер уже пересверленный, машина, я так предполагаю, что будет идеально ехать. Проводка, задняя проводка уже уденили, пропаяли, в гофрочку упаковали. Ждет установки бака. Ну, там надо еще побарашить, все сделать, ну, антигравийкой вскрыть, покрасить, погрунтовать. Ну, и сейчас, ребята, мы начинаем установку с задней перегородки, то есть салона. Мы ее сделали полностью из дерева, фанеры, влагостойкая фанера. То есть, она ровненькая, без сучков, без ничего. Мы нарастили, там, где окошко, нарастили толщину, чтобы не было пустоты, ну, и не было дешманом каким-то. Это полностью до стекла, такая стеночка. И прошили кожзам, специальную структуру нашли, точно такую, как вот по бокам будет пластмасса. Ну, и сейчас мы уже заказали вот эти стекла, заднее стекло, пока это все изготавливается. Расширители арок, мы уже снимаем матрицу на нашем Брабусе, это все стоит, матрицы будут профессиональные, мы их делаем сразу под карбон, чтобы было возможно сделать карбоновый и с вакуумной формовкой, как-то так это правильно называется. И напомню, что у нас расширители будут, ну, с этой пластиком, да, такая накладка, вы в оригинал фотографии посмотрите, здесь такая накладка, а потом уже расширитель идет. Вот мы все это вылепили, еле-еле, конечно, и снимаем матрицу. Ну, и когда мы закончим матрицу снимать, сразу же будем делать детали, это наши расширители арок, именно на этот гелик. Как только мы установим расширители, машина сможет встать нормально на колеса, так чтобы не отвалилась, потому что здесь все на прихватке, да. Сразу машина едет на покраску, Line X, напомню, она будет черная, с некоторыми элементами красные, вставки красные. Я думаю, она будет вообще агрессор. Честно говоря, у нас уже сроки поджимает, хозяин спрашивает, хочу новую игрушку, давай-давай. Значит, ребята, буду видос заканчивать, не забудь поставить лайк, подписаться на канал, скоро ламба, пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok